Родился год мыши, лошади и петуха, считают священнослужители. Планировать год провести чуть-чуть попассивнее, скажем, операции, дальние поездки, если они особо не несут в себе необходимости. В основном, я думаю, для мириндельта людей год может быть в эмоциональном плане чуть-чуть сложный, сложные взаимоотношения с чужими людьми. Может быть проводить такие обряды, например, как фуринник эндерке, это те тексты, которые нацелены на минимизацию конфликтов. Басан Басанков – житель Юстинского района. Несмотря на расстояние, он решил не пропускать важный ритуал на Саотелхэ. Обращение к Буддам и Бодхисаттвам долголетия, к примеру, Белой Таре, восстанавливает жизненную энергию, дарует благополучие. Главное, по его мнению, традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение, сохранились. Это наш праздник национальный, зул, все ждем, отмечать будем по-домашнему. Кстати, для Басанка интересна система почета лет. Только что родившийся ребенок уже имеет один год возраста. А туристы удивлены тем, что у калмыков есть общий день рождения, когда все одновременно становятся старшим. В 2019-м, с учетом лунного календаря, калмыцкий Новый год будут отмечать 21 декабря. Во всех буддийских храмах в этот день будут зажжены тысячи лампадок и пройдут торжественные молебны, посвященные Ламе Ценкапе. Зул объединяет людей, укрепляет народные и семейные традиции, говорят верующие, потому к любимому празднику готовятся заблаговременно. И считают, что не лишним будет прислушаться к прогнозам астрологов Центрального Хурула, которые обещают, наступающий год мыши будет таким же стабильным, как и предыдущий. Дальгир Санга-Джигаряева, Ольга Яняева, Сергей Очиров, Вести Калмыкия. И на этом все. Материалы моих коллег доступны на сайте вестикалмыкия.ру. А далее предложение сериала «Тайные следствия». Оставайтесь с нами. Тайные следствия Тайные следствия